А сейчас я вынужден сказать, что мне пришлось прервать Для вас, многих, скучное, для меня интересное, захватывающее повествование о генетике В данном случае груш Выйти на улицу, приехали друзья из Майны И я, без всякого сожаления, вот такой персик По меньше ростам, персик шлифта, вот еще один Вот такой, они близко росли, все равно пересаживать, взял им подарил Почему? Откуда нет сожаления? Это будет садублер Они его будут укутывать Для этого и нужен садублер Знаете как, вот сейчас мы с Бродским, извините за выражение, еле живы Все лучшее позади И теперь представим себе, что я, Железов, имея вот такую уникальную коллекцию Это только маленькая часть Теряю какой-то сорт Вот потерял я, например, Старкремсон сорт Ничего, веточку срежу у Чернобаева, весной привью Вот, захотел я иметь 400-граммовую А у меня же Антоновка обыкновенная 400-граммовую Значит, саженец Вот он, кстати Я вам уже показывал, когда делал обрезку Обрезка, это называется предпосадочная подготовка Вот, видите Посмотрите, на ком земли, как он вам Вот, когда имеешь дело с Сибиркой Ты имеешь вот такой вот Имеешь вот такой вот, вот такой вот Ком земли Согласитесь, что приживется с гарантией Вот, ну и то же самое с комом земли Был выкопан, с трюмком Положен в корыца И увезен персик шлихта Увезен во имя спасения Вот А и догадайтесь, жалко, что Я не догадался, фильм при них Вот, снять этот кусочек Посмотрите, какой я делал обрезку Видели? Я им оставил Один огрызочек высотой по колено А второй огрызочек высотой Ну, полтора карандаша Там была вот такая развилка Вот Это означает, что Приживется 100% Посадят, несмотря на погоду Вот Никаких шансов на умертвление Нет вообще Вот поймите Массовая гибель, друзья мои Тысячи миллионов саженцев Из посылок С рыночей Связан с тем Что вам уже продают Или мертвые, или полумертвые О чем большинство Абсолютное Даже не догадывается Вот такие деревья Вот таким комом земли Можно пересаживать И даже Можно пересаживать даже Практически зимой Почему пересадка затеяна сейчас? Потому что К сожалению Сердце давит страшно Я не покажу вам прием Под названием Вертикальная Посадка На постоянное место На пологе холм И одновременно Еще и Прикоп То есть в вертикальном положении Вот Не покажу Все, наверное я А, я вам покажу фотографию Она настолько красноречива Что Главное, что потом Глядя на эту фотографию В фильме Пожалуйста, будьте добры Возьмите и Представьте себе Что начинает таять Почва Она оттаивает Раз этот холм Имеем То есть не холм, а курган Который закрывает Должен пол саженца Его надо быстренько Быстренько По мере оттаивания Пальчиками, пальчиками И убирать Оттает на толщину пальца Убрали немножко И так пока И окажется, что он уже растет На постоянном месте И с осени Маленько прижился Маленько И весною Окончательно С первыми лучами солнца Оживет А не потом Когда месяц Ждете, когда оттает почва Пока вы копаете ямы Дебильные, кстати, ямы Скажу вам Чем больше ямы Тем она дебильнее Так вот И потом Садите полумертвый Если он оживет То к осени Это жалкое зрелище Саждание Которое не готово К зиме Вместо метровых веток Которое получается У моих саженцев Я вам показывал Саженцам По полтора года А не Полтора моих роста И скелет Шире этих самых Чем не раскинутые руки Вот Ну и последнее Что я хотел сказать Надо закончить В разговор О грушах Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!